так всем привет маленькая маленький выход в эфир то видео где я просил задавать вопросы там было много вопросов которые я постепенно освещает ну там есть такие коротенькие вопросы которые я мог бы ответить моментально типа знаю не знаю ответ на этот вопрос или вопрос допустим просто своем ответе очень краток поэтому я сейчас пробегусь по ним начну сзади можно ваш контакт что пообщаться в сабе короче мой канал называется олег 3d рендер добавьте к этому собаку gmail.com это мой электронный адрес пишите письма так было бы неплохо увидеть уроки по анреал на тему на нити на нити и деформация сетки mesh я в шоке чтобы я еще что-то отвечал даже мне такого не приходилось делать ну это я правда сказал мой опыт о создании анимации и в максе и видеорендеринг этого в анреале играми чутка занимался на и так глубоко так на нити в пятом анреале только ввели вроде кто-то ему отвечает блин не знаю вообще о чем речь буду пятого анреала сейчас скажу я короче тоже типа 3d шник а то хотел спитать у вас че вы чулись щось на рахунок анреалов че воно станет платным у 2024 році не сильно я щас анреалюсь поэтому ничего не могу сказать я анреала пока отошел очень далеко очень далеко очень хочу вернулся очень но пока я настолько далеко отошел что даже не знаю как найти эту дорогу назад боящий бачил небо и на каких конференциях все проскакивал таки тексты такие для создания контента им рендеры винстаны попит пусть и опит пусть и чудесную чудесный украинский язык а там хз короче согласен это плохо если попит пусть это не годится ну я есть знакомые я попробую спросить у него надо поставить себе на заметку вот беру карандаш беру раком дашь вот этот вот и пишу спросить по подписи что-то запытать запытать запытаю сердце запыта николы цветы в душе размаять моего коханя даже не знаешь эту песню потому что ты наверно молод эту песню слышал еще в своем детстве в телевизоре старого сцена ладно пошли дальше так очень интересное сообщение 3d не нужны то есть если бы это было с вопросительным знаком я бы понял что это вопрос то есть 3d не нужны но наверное спрашивает человек 3d шники нужны можно пообщаться если это вопрос если это утверждение поскольку стоит . то как ее понимать 3d не нужны ну да в пекарнях не нужны а в странном прокатном тоже вряд ли а ну я и спросил это вопрос или утверждение ответа не было пошли дальше расскажите как вы думаете что лучше блендер или 3d max и уже говорил на эту тему не было видео ночью как по слухам вроде блендер круче на деле я никогда не занимался просто знаю хорошо 3d max уже больше двадцати лет с ним работаю поэтому к чему не дергаться на блендер олег ваши видео по колизеям панреал реально самое толковое по колизеям классно колизеям черт я наспех прочитал самое толковое на ютубе на русском языке спасибо огромное очень помогло рост это всегда приятно слышать я здесь именно для этого чтобы помочь я спросить как сделать анимацию скелетов 3d max под анриал angel 50 не имеет значения я уже мозгой потек от непонимания почему не получается как сделать анимацию скелета читам я там написал напиши мне детально проблему что это было я делаю примерно так вытягиваю анриаловский скелет я понял я ему отвечал что я вытягивала за реала модели удалял риг чертовой матери закидывал модель миксама там ее ригал перебрасывал потом или обратно в анриал уже с анимацией или в максе скриптом переделал его на биппеда почему биппеда потому что я давно с ним общаюсь и я в общем-то биппеда хорошо знаю я знаю что есть карты всякие хрена ты там все круто все охияно ну я знаю биппед хорошо то есть я знаю что он крайне неудобен для многих но я привык не скажем так я его настолько хорошо знаю что не вижу проблем вот а по поводу переброса в анриал пронором надо будет сделать видос такой вот пробовали новый 5 анриал значит по новым пятому анриалу двери по пятому анриалу ответ будет прост я его один раз поставил не за месяца 8 назад на что-то хотел в нем поделать слышал что он крут видел вроде неплохо выглядит как на первый взгляд когда вошел но я столкнулся с проблемой что когда я открыл свой проект я начал искать какие-то там кнопки интерфейса которые помню что они были вот тут вот тут и вот тут и не нашел их позвонил своему знакомому варю а где кнопки делиться в летайте перенесли куда-то болен и я малость прозрел открыл 4 и да очень начал делать свой проект 4 потому что я просто помню где что находится взяли поменяли там местами какие-то вещи меня это напрягло и я просто ну как бы пока забил на него то есть я далеко не отхожу у меня 5 анриал так за дверью вернее вообще анриал он у меня так за дверью я иногда так открываю привет ты меня помнишь да я помню потом зайду вот так вот я сейчас анриалом так на всякий случай спрошу вдруг знаете ответ на этот ответ я не знаем так и ответил недавно на вашем канале раз уж сам предлагаю спрашивать так и будет спрошу все по себе такую тему как блюпринты на анриале в общем как я осваивал блюпринты я открывал просто youtube смотрел все уроки которые связаны с блюпринтами даже то что мне нахер не нужно было но каждый новый блюпринт каждую новую ноду которая что-то делала я делал скрин и сохраняться я говорю так вот эта нода делает вот этому там увеличение по времени вот это вот херня делает так чтобы этот объект мог прыгать то есть вот просто смотрел все подряд на хрен мне не нужно и делал вот такие скрины меня целая топка этих скринов и когда потом начинал делать свой проект я думаю так мне надо ленить что-то по времени с перерыв а вот это но должен взять при ты сделал себе такой каталог нахер она конечно каждый день когда ты этим занимаешься ты это помнишь не часто делаешь то в этом записывать поэтому у меня вот такой каталог этих всех скринов где то есть а у меня получается уже времени пошло до хера сменился коп и сменился блин винт винт со старым барахлом он у меня лежит просто вот вот так можно его на зуб потрогать поцеловать его но его надо вставлять некуда его подключить меня много очень барахла старого и скорее всего где-то там лежат эти блин мои скрины очень полезные небе даже отдал ну блин их найти нужно прямо обещать не буду надеюсь что где то есть я потихусь и жива на реале и р и пр пр я не знаю чтобы чтобы заставить свой мозг работать по полной и уделять этим программам куда больше времени у меня пока не получается это херня получится я блин ты думаешь у меня получилось первого раза я помню свой первый год например я чуть там научился моделировать по книге о такой толстый на радиорынке купил и через буквально год прошел моих обучения я поперся на телевидении говорю чуваки я принес диск еще такой диск тогда был флешки не было бы он посмотрите я передашек я как вспомню что этом показывал были мне до сих пор стыдно блин и мне говорят ничего к ты тебе еще рано вот но время идет если ты занимаешься день за днем время рано или поздно все пройдет время идет быстро жить пролетает блин так что пройдут годы и у тебя будет все получаться дай только времени тебе этого захватить тебя правда при этом есть одно важное условие нужно послать нахер всю свою семью жену детей родственников друзей и сидеть целый день за компом вот тогда да тогда быстрее то придет время его ноды из блендера будем осваивать блендер нет а геоноды до страшное слово геоноды я даже не знаю мне такое напоминает что-то медицинское и ужасное ну блендер я не буду учить это однозначно хотя никогда не говори никогда че знать но пока не собираюсь олег расскажу лучше какое именно направление нужно вдрачивать чтобы найти свое место в геймдеве это я делал я рассказывал у меня было целое видео привет интересно можно делать модели на 3d max и дальнейшей цели печатать их на 3d принтере так вот у меня был такой опыт и дел именно 3d max вот такие модели и их печатали я знаю только то что их нужно делать очень-очень высоко полигональными просто капец потому что в максе если у тебя есть какая-то робо на геометрия и массы и может сгладить ты ее видишь закругленной то 3d принтер видит именно полиона если ты там порубишь то он именно вот эти вот грубо насти тебе грубо говоря если ты сделаешь модель и полностью уберешь у нее все сглаживание грохнешь чертовой матери вот ты увидишь то что тебе наибаше этот преды принтер или же станок по вырезанию есть еще станки которые вырезают не там и томи там заказывать то есть короче у тебя модель должна быть он очень высоко полигональная просто капец там блин блин не то что сетку видно просто черная все блин это и для этого по моему в какой-то формат нужно сохранять модель или в ctl я уже не помню в какой мне когда заказывали говорили какой формат сохранять далее вот пример черт или даже программу мне давали какую-то о ее маленькую пробу вроде давали я туда загонял и смотрел как она будет и я забыл это то есть для принтера я просто давал объект а вот для вот этой резки не давали какую-то даже пробу одним словом делаешь модель импортируешь его в нужный формат который тебе скажут для преды принтера нужно для преды 3d принтером возможно может не нужно фабрикса любожить черта но не факт может быть что другую и все если опыт есть сравнить старый 4 анриал с новым 5 короче нет опыта пятым я мало пользовался зашел и вышел появился 5 анриал расскажите свое знакомство рассказал надо освещать ответы по максимум на немецком на куй для кого для кого черт возьми идея если мне наш джоб-центр сказать я могу преподавать 3d max она мне нужно знать эти термины на немецком хотя что их там знали блин 3d max можно и визуально понимаешь уроки то смотрим по 3d max у на английском языке когда нихрена не понимаем видно что происходит хрен с ним ну идея хорошая так тифлоу блин не знаю ну вернее пользовался он давно и забыл уж кстати интересный совет да и вот когда занимайся разными там супер спецэффектами в жизни как правило когда ты зарабатываешь деньги на этом деле блин ну как правило нужно самая обыкновенная без моделирование и анимирование то есть все вот все эти спецэффекты очень редко нужно очень очень нравились ваши видео про максим реал сам стараюсь снимать и мошки также интересует вас но все в общем спасибо и удачи всем хороший вопрос ничего отвечать не надо хотелось бы увидеть в анриал разработку простейшей игры на блюпринтах я это делал чуваку даже скидывал полно ссылок все чем могу поделиться наконец-то в эту актуализировали тему 3d график и я очень рад очень бы хотел узнать как сделать сетап риф и анимация не она это я говорил про чайку объяснял тоже начинал среди макс 31 да это этот человек также как и я наверное динозавр в хорошем смысле слова опыт мои любимые видосы на канале где-то делать свою игру ну было дело надеюсь продолжишь эту тему я тоже надеюсь олег здравствуйте с теплотой узнаете время когда в русскоязычном сегменте ютуба было принципе очень мало тут урок ваши уроки были настоящим спасением да я тоже вспоминаю я почему эти начал делать потому что все что я пытался сам понять меня так бесило просто капец я же подумал что нужно как-то хотя бы то что я понял людям объяснить но нормальным человеческим языком ну все блин кучили серию да не понял вроде было больше ну я вроде все посмотрю я пока таких он еще